Технику просят предъявить знаки отличия. Технику просят предъявить знаки отличия. В КС обжалуют процедуру отнесения продукции к военной или гражданской газеты коммерсант номер 230 от 13 декабря 2018 года, СТР, два проблемы разграничения военной и гражданской продукции, с 2012 года буксующая в Белом доме, дошла до Конституционного суда, КС. Отменить репрессивную практику в отношении поставщиков Минобороны за нарушение правил работы с военной техникой и исключить возможность отнесения к ней гражданских товаров КС попросил один из осужденных по таким делам контр-адмирал в отставке Юрия Байла. Меры необходимы для диверсификации оборонно-промышленного комплекса, ускорить которую потребовал в ноябре Владимир Путин. Бывший топ-менеджер ОАО промышленная группа на ВИК контр-адмирал в отставке Юрия Байла обжаловал в КС норму о применении единого кодификатора предметов снабжения, ЕКС, положение о лицензировании разработки, производство, испытания, установки, монтажа техобслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения военной техники, утверждено постановлением правительства от 13 июня 2012 года номер 581, СТ-171 УК РФ. По которой он был осужден за незаконное предпринимательство без лицензии на работы с вооружением и военной техникой. Оспоренный порядок позволяет требовать от поставщиков Минобороны многократного получения лицензии в рамках одного вида деятельности. Отнесение продукции к военной технике же влечет за собой уголовное и административное преследование российских бизнесменов за незаконное предпринимательство или контрабанду, СТ-171 и СТ-226,1 УК РФ. В КС господин Байло обратился после того, как Верховный суд отказался признать спорный нормативный акт недействующим и пересмотреть его приговор. Суды инкриминировали ему отсутствие у предприятия дополнительной лицензии на ремонт линии вала десантного корабля. Общей лицензией на ремонт вооружения и военной техники на ВИК обладал, а ВАЛ был частью переданного Минобороны польского рыболовецкого судна. ООН-АВИК в итоге признана банкротом. В жалобе, есть ООВ, приведены и другие примеры практики применения дефектных норм о лицензировании при осуждении предпринимателя из-за произвольного отнесения к военной технике предметов гражданского назначения и ограничения оборота как таких товаров, так и связанных с ними работ и услуг. Минпромторг согласился на правку этих норм еще в 2012 году, а в конце 2017 года правительство даже подготовило проект постановления, но работа над ним была приостановлена. Юрий Байло просит КС признать действующее регулирование неконституционным и обязать правительство установить четкий порядок отнесения продукции к военной технике и уведомлять исполнителей работ о необходимости наличия лицензии по каждому объекту. Как поставщики обычных товаров и услуг для военных требовали освободить их от спецконтроля, отметим, что вмешательство КС могло бы ускорить выполнение требования Владимира Путина, который 21 ноября указал на недостаточность мер для увеличения выпуска АПК-продукции для нужд гражданского населения, а также двойного назначения. Вице-премьер Юрий Борисов 3 декабря в интервью РБК заявил о планах разработки госпрограммы диверсификации АПК, как отмечает автор жалобов КС-адвокат Александр Гуканов, специализируется по делам АПК, господержка не будет эффективной, пока есть страх руководителей предприятий быть привлеченными к уголовной ответственности за производство и реализацию такой продукции. Он отмечает, что не решен и вопрос о возможности использования отдельных военных технологий при производстве продукции для гражданских нужд, из-за чего продукции для здравоохранения или сельхозтехника, выпускаемые АПК, могут попасть под запрет их производства и оборота. На одном из судебных разбирательств представитель Минпромторга заявил, что ведомство готово признать военной техникой хоть конский волос, если военные будут настаивать на этом, говорит господин Гуканов. При этом у Департамента по обеспечению Гособоронзаказа Минобороны, Генштаба, ГУ Вооружения ВС РФ, 46 СНИИМ РФ и Минпромторга нет единого подхода к вопросу, резюмирует он. Анна Пушкарская, Санкт-Петербург.